Лично я во всё это абсолютно точно не верил, и мне казалось, что это, ну, какие-то, вот, Android на телефон, вот, чтобы охватить как можно большую аудиторию для всего этого, чтобы как можно больше аудиторию, там, с решением, возможно, каких-то проблем, а проблемы, как мне кажется, будут, если они, там, в ближайший месяц всё это выкатят, как мне кажется, проблем тут, ну, абсолютно точно не избежать проблемах, решений каких-то определённых проблем, связанных. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Совсем недавно я рассказывал вам о том, как Редмир КРМП там начинает вот эти уже все свои штуки тизерить, что там вот эти вот локскрины, какие-то прочие вот эти вот все наработки, и то, что скоро вполне возможно мы всё это увидим, скоро вполне возможно будет какое-нибудь открытое бет-тестирование, закрытое бет-тестирование и всё-всё-всё прочее. И в том видеоролике я сказал, что вот даже несмотря на то, что Евгений Ковалевский сейчас активно всё это тизерит, активно всё это продвигает и уже настраивает аудиторию к тому, что вот скоро они смогут поиграть в мобильные ГТА КРМП на серверах Редмир РП, я всё равно сказал, что очень рано. Потому что совсем недавно начали появляться все эти скриншоты, и вот ну как-то даже не верится, что оно всё может выйти. Вполне возможно, что они разрабатывали это достаточно давно, достаточно долго, и типа вот сейчас они могут всё это представить. Но Евгений Ковалевский вообще, ну относительно недавно говорил о том, что они в мобилку-то таки метить не собираются, а теперь у них уже типа сервак готов, лаунчер, всё типа уже готово или как? И с этим было смириться крайне сложно, вот с этой вот всей новостью, что скоро уже выйдет Редмир Крэмп, ну как-то среди бела дня, даже без какой-то такой, знаете, точной даты, даже особо не тизерил он-то всё. То есть чё, сейчас всё выйдет что ли? Вот эти вот люди, которые все там ожидают весь этот Редмир Крэмп, ну чё, вот сейчас вот оно всё появится? Лично я во всё это абсолютно точно не верил, и мне казалось, что это ну какие-то рассказы бабушек, какие-то сказки, всё, ну вот каким образом вообще? Ну вы сами должны понимать, что вот проект игровой для мобилок, там для чего-то ещё, да в общем-то любой проект, он разрабатывается долго. Это титанический труд, это огромнейшие нервы, это большие траты по деньгам и вот всё-всё-всё прочее. А тут, то есть, ну неужели, чуваки думают, что вот сейчас оно всё запустится? И относительно недавно уже некоторые люди смогли заметить таргетированную рекламу ВКонтакте, которая повествует о том, что вот, мол, рекламная запись, и там написано, мол, совсем скоро Редмир РП на твой смартфон, начинай играть уже сейчас. И вот ссылка на Редмир Крэмпэ. И ссылка ведёт как бы на компьютерный, весь этот вот сервер, на всё прочее. И многие начали думать, что всё, что сейчас оно уже всё запустится, что сейчас будет очень много багов и типа всего-всего прочего. Но вполне возможно, что так они просто подготавливают некоторую почву, да, ко всему этому. То есть, не обязательно, что вот этот вот весь лаунчер, этот весь клиент, вот это вот всё прочее, оно выйдет уже завтра. Или там после, или через неделю. Это не обязательно. Поэтому как-то во всё это верят, что вот раз уж они запустили таргетированную рекламу, раз они вкладывают во всё это деньги, то, наверное, всё запустится. Нет, такого не бывает. То есть, сейчас они вот, конечно же, запускают всю эту рекламу. Но для чего они это делают? Для чего они вот это вот всё... Зачем вот это вот всё происходит? Вот это вот точно так же происходит, как и мои вот эти вот видеоролики по Радмир КРМП. То есть, всем понятно, что Радмир КРМП сейчас антроид, мобайл и всё прочее, это как вот была резонная РП на мобилку, да. То есть, ажиотаж дикий, ажиотаж лютый и его нужно поддерживать. Нужно регулярно вкидывать скриншоты, нужно регулярно делать какие-то прочие вещи. И то есть, тут я считаю, что с таргетированной рекламой, ну, они абсолютно точно не прогадали. Потому что заплатили там сколько-то копеек, ну, буквально, я думаю, в масштабе Радмир КРМП таргетированная реклама, ну, это полнейшие копейки. У них там на ютубера на одного может больше уходить, чем на эту таргетированную рекламу. Хотя, как она ещё настроена всё-таки? Ну, сейчас мы не будем об этом говорить, потому что о таргетированной рекламе, ну, о ней можно говорить долго. И это, ну, абсолютно точно ни к чему нас не приведёт. Если вы хотите, можете посмотреть там какие-то вот эти вот все обучающие видеоролики по рекламе, по всему прочему, это не важно. Но сейчас вот этим самым они поддерживают ажиотаж. Вот, то есть, люди, люди, они уже готовы, они уже хотят вот зайти уже как-то всё это поиграть, всё это сделать. Но так как новостей у Ковалевского особо мало, теми, которыми он может поделиться, и как бы ничего особо такого серьёзного, такого интересного не спалить, по типу локскрин или какого-то рандомного там, я не знаю, скриншота из игры. Это да, это всё нормально, но таких вещей их крайне мало. И вот с таргетированной рекламы он не прогадал, потому что вот он заплатил какие-то копейки, и всё это уже запостили в лайфмобайл. Чувакам, то есть, опять напомнили о том, что вот скоро, да, будет там когда-то Радмир Крымпе. У них всё это откладывается в голове, будьте уверены. И потом они вот вспоминают, они уже сами начнут искать всю эту информацию, сами там уже начнут подписываться на весь этот Радмир Крымпе, сами начнут уже как-то, я не знаю, даже ту же самую информацию на Ютубе искать. Возможно, вы этот ролик нашли только потому, что там каком-нибудь лайфмобайле увидели. Вот, всю эту рекламу, либо там, я не знаю, ещё где-то всё это увидели, либо там в таргетированной рекламе ВКонтакте то же самое увидели, перешли по ссылке, ничего не поняли, хотели зайти на Ютуб и посмотреть, ну что там вообще происходит-то с Радмир Крымпе. Ну вот, расскажите нам, что происходит, потому что мы не понимаем. А происходит следующее. Достаточно популярный проект в GTA Крымпе на компьютере, он решил портироваться на вот Android, на телефон. Вот, чтобы охватить как можно большую аудиторию для всего этого, чтобы как можно большую аудиторию завлечь. Радмир, как я понимаю, он уже является таким вот что-то на уровне с Аризоной. Мне кажется, возможно, даже перегоняет её, потому что серверов Крымпе у них, ну, просто до жопы. Просто вот прям ты заходишь и охуеваешь, блядь, вы когда успели вообще столько наоткрыть? Ну, понятно, что, наверное, на ситуации вот всей этой с карантином, с коронавирусом, со всей вот этой вот прочей хуйнёй, достаточно неприятной, но для создателей серверов-то это всё приятно, потому что большое количество людей сидит дома, если раньше они хотя бы в школу выходили, и там сколько-то, какое-то определённое количество часов не проводили за компьютером, то теперь они всё своё свободное время проводят за компьютером. Там, знаете, проснулись, и всё, и зашли играть в Радмир Крымпе, читать какие-то вот эти вот новости, связанные с Радмир Крымпе, и всё прочее. Всё, там, доиграли, ночь наступила, пошли спать, опять проснулись, опять то же самое. И вот тем самым вот аудитория, она растёт. И сейчас Ковалевский, как лично мне кажется, проводит правильную рекламную кампанию. Только главное, совсем этим не затягивает, потому что сейчас вот интерес людей, он максимальный. Вот он доходит уже, мне кажется, до своего пика, как было в ситуации с Аризона Мобил. И когда Радмир Крымпе выйдет, то есть ажиотаж будет абсолютно точно пиковый. Ролики там с решением, возможно, каких-то проблем, а проблемы, как мне кажется, блок, если они там в ближайший месяц всё это выкатят, как мне кажется, проблем тут абсолютно точно не избежать. Потому что Радмир Крымпе такой масштабный проект, вообще вот в GTA Крымпе и всей вот этой вот сферы. Поэтому проблем тут, как мне кажется, не избежать. И хочу сразу вас подготовить, что как только я буду узнать о каких-то там проблемах, решении каких-то определённых проблем, связанных с Радмир Крымпе, я обо всём этом буду рассказывать на своём вот этом вот канале. Поэтому подписывайтесь. Тут у меня также обсуждение каких-то, возможно, конфликтов, каких-то там противоречивых ситуаций, непонятных ситуаций и всего прочего. Такого вы не увидите больше нигде. Я, в свою очередь, актуален, гениален и вообще на уровне какого-то такого, возможно, Гегеля. Ну вот что-то наподобие того. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить мои самые новые видеоролики. Вообще они выходят каждый день в 20.00, но иногда могут задерживаться в связи с тем, что сейчас лето, а делать что-то лень, озвучивать лень, превьюшки делать. Ну так знаете, тоже вообще пиздец. Я и до этого их не любил делать, а сейчас лето, и это вообще полная ебеня. Но я хочу вам напомнить, что я играю на проекте Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, если вас всё это заинтересовало, если вы хотите там поиграть или хотите поиграть, допустим, на родмир КРМП. Но на родмир КРМП нету моего никнейма Данте Коннор, по которому можно получить миллиарды денег при достижении вами пятого игрового уровня. Поэтому совершайте правильный выбор. Arizona Mobile уже есть, она уже доступна, а ролики по ней также есть на моём официальном канале и в моём телеграм-канале. Да и вообще они есть абсолютно точно везде. Поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я вас всех благодарю. Не сказать, что я вас люблю. Конечно, я вас ненавижу. Идите вы все нахуй. Но тем не менее, до свидания. Увидимся тут же завтра в 20.00. Всем до свидания.